Итак, мы тоже принимали участие в Институте онкологии в программе расширенного доступа. Как видите, пациентов в скрининге у нас было достаточно много, почти полторы тысячи, и получили лечение 100 пациентов. Но опыт, конечно, достаточный. На сегодняшний день еще двое пациентов получают лечение. Что интересно, что были пациенты, которые получали реиндукцию, который сохраняется ответ на лечение, и мы вам продемонстрируем. В общем-то, на этом слайде можно только сказать, что пациенты были разные. Посмотрите, начиная с 19 лет и заканчивая с 78 годами. В основном больные уже были лечены. Чтобы вас не смутила линия лечения первая, значит, это больные получали одевантный режим терапии, и применение эпилюмаба уже мы считали как применение первой лекарственной линии, и что не противоречило, в принципе, критериям включения. Если говорить о распространении процесса, то, как видите, у нас было достаточно много пациентов, которые имели поражение головного мозга, пятая часть пациентов. Можно сказать еще, что почти 20-17% больных имели поражение костей упорно-двигательного аппарата. То есть распространение процесса было достаточно большое, больные были достаточно сложные. Если говорить по стадии процесса, конечно, это в основном была четвертая М1С стадия заболевания, и третья стадия – это было всего несколько пациентов, 4%. Больные таким образом у нас получили 333 введения препаратов от 1 до 4 цикла, в среднем по 3 цикла получили, и 5 пациентов получили реиндукцию. Эффективность, сегодня уже Лев Вадимович говорил, мы оценили у 91 пациента. Как вы видите, ответ, полный ответ, конечно, мы не ожидали, что он будет достаточно в большом проценте случаев, это 3%. А вот стабилизация процесса и частичный регресс, то, что, в общем-то, достаточно весомо для иммунотерапевтических препаратов, он достигал 31 процесса. И если говорить, мы сравнили свои данные с результатами регистрационного исследования, то, как видите, цифры практически не расходятся. И что интересно в практическом плане, ведь мы имеем дело совсем с другими препаратами, и это не химиотерапия. Препараты иммуноонкологические, они не направлены непосредственно на опухоль, они направлены на то, чтобы воздействовать на иммунитет, который уже организм сам непосредственно будет работать против опухоли. И иммуно-маклональные антитела достаточно долго могут циркулировать в организме, и тем самым и обеспечивают и эффективность, и ожидаемую токсичность. Как видите, на этом слайде представлены результаты компьютерной томографии лёгких у нашей пациентки. В марте 2013 года до начала лечения у неё не было метастатического поражения лёгких, а через месяц после окончания введения эпилюмаба вывели очаги, которые наши рентгенологи посчитали, что это метастатические. Но, тем не менее, мы, не имея никакой клинической картины, мы не добавляли никакую терапию и продолжали наблюдать пациентку. Таким образом, это наблюдение привело к тому, что на контрольных снимках мы не отметили далее никаких изменений. По сию пору больная себя чувствует хорошо. Последние снимки – это октябрьские 2015 года. То есть это ещё раз подтверждает о том, что если нет клинической картины прогрессирования процесса, на фоне применения таких препаратов, как эпилюмаб, не нужно думать о прогрессировании заболевания. Это может быть всё-таки псевдопрогрессирование, и стоит таких пациентов наблюдать. И вот на этом слайде мы хотели продемонстрировать вам длительный частичный регресс. Вот изменения до лечения в печени достаточно больших размеров. После четырёх циклов эти изменения регрессировали. И через три с половиной года от начала лечения они вообще не определяются. Пациент себя чувствует достаточно удовлетворительно, жалоб не предъявляет, и приходит к нам периодически на контрольное обследование. Если говорить о выживаемости пациентов, медиана длительности наблюдения, как видите, была достаточно большая. Она составила почти год 328 дней. И медиана времени до прогрессирования, по нашим данным, составила 105 дней. То есть это 3 месяца, почти 3,5 месяца. А медиана общей выживаемости достигла 406 дня, то есть более года, 13 месяцев. Причём, как видите, мы подсчитали достаточно подробно и процент пациентов, которые остаётся на сегодняшний день у нас под наблюдением, без признаков прогрессирования. Мы их продолжаем наблюдать. И думаем, что эти данные ещё будут у нас, конечно, обновляться. Мы уже много говорили вчера и сегодня о том, что существуют определённые прогностические факторы у пациентов с метастатической меланомой. И одним из таких факторов является уровень ЛДГ. Вот на этом слайде очень красочно показано, если у больного высокий уровень ЛДГ, то это коррелирует с более низкими показателями общей выживаемости. В то время как при нормальных показателях ЛДГ медиана общей выживаемости ещё не достигнута. В зависимости от ответа на лечение тоже сегодня уже звучало. объективный ответ и не достигнута медиана общей выживаемости при объективном ответе как со стабилизацией и объективным ответом. А с прогрессируемым заболеванием она достигла 7 месяцев. И то же самое, такой же прогностический фактор – это состояние пациента на момент лечения. Тоже коррелируют, конечно, те пациенты, которые в удовлетворительном состоянии, они живут дольше на фоне лечения, и те пациенты, которые были в более тяжёлом состоянии, конечно, у них общая выживаемость коррелирует с более низкими показателями. И вот сегодня тоже уже показывал этот слайд Лев Вадимович. Это у нас мы совместно делали, подсчитывали наших пациентов общей выживаемости в зависимости от иммуно-опосредованных нежелательных явлений. Те пациенты, у которых не было нежелательных явлений, именно иммуно-непосредованных, у них общая выживаемость была чуть больше года, а те, у которых были эти нежелательные явления, медиана была не достигнута. И мы много раз уже говорили, что у наших пациентов мы брали анализы крови на иммунологический статус, и вот мы, наверное, впервые об этом уже говорим, что мы попробовали сделать некоторый анализ, посмотрели сопопуляционные изменения лимфоцитов. Но что здесь интересно, что присутствует, как видите, на безлайне, мы, во-первых, брали анализы крови до лечения, на фоне лечения и в конце лечения. И целая группа у нас докторов под руководством Ирины Александровны Балдуевой проводят анализы. Конечно, это еще далеко не окончательно, мы будем над этим работать. Но, во всяком случае, можно сказать, что на начало лечения сопопуляционный анализ лимфоцитов был в пределах референтных значений. И вот такие показатели, как Т-хелперы, Т-лимфоциты, можно посмотреть, что все-таки была какая-то тенденция к увеличению на фоне лечения. И это может свидетельствовать о прогностическом благоприятном факторе. То же самое еще можно сказать, что сопопуляционный анализ показал, что присутствие таких клеток, как CD8, CD38 и CD62L, тоже имеют тенденцию к увеличению, что может свидетельствовать о том, что эпилюмаб воздействовал на иммунитет и вызывал иммуноответ. Но в то же самое время есть еще и такие показатели, как регуляторные лимфоциты. Они имеют неблагоприятный характер, поэтому здесь еще у нас анализ будет проводиться. Но то, что касается регуляторных лимфоцитов, N-клеток, здесь, конечно, совершенно разнонаправленная динамика. И думаю, что у нас еще в лаборатории надо этим еще много будет поработать. И я думаю, что на этот счет будет ни одно выступление и ни одна публикация. Итак, мы говорим достаточно много о эпилюмабе, что это достаточно, во-первых, новый препарат, совершенно иной препарат с иным механизмом действия и достаточно эффективный препарат. Но, с другой стороны, он обладает другим профилем токсичности. Сегодня уже тоже об этом упоминали. И, как видите, эта токсичность в основном выражается в кожной токсичности, диареи, колита, эндокринопатии. С одной стороны, вроде бы процент, вы как видите, он невелик. Но, тем не менее, если вы уже встречались и лечили пациентов с тяжелыми осложнениями, иммуноопосредованными, то, наверное, помните, какие трудности возникают. И есть определенная специфика оказания помощи этим пациентам. У нас на фоне лечения умерло двое пациентов. Один пациент умер от тромбоэмболии. И был пациент, который был спочечный недостаточно. К сожалению, он был госпитализирован не в институт, а в другое медицинское учреждение. Он жил в другом городе. И неадекватная помощь. Доктора отказывались применять большие дозы глюкокортикоидов. Все-таки привела к смерти пациенту. И мы хотим сказать еще раз в этот слайд. Мы достаточно любим. Все-таки безопасность лечения во многом зависит от врача. Когда мы начинали только лечить больных с помощью эпилюмава, конечно, мы достаточно часто и госпитализировали с нежелательным явлением. Когда уже приобрелся определенный опыт, то частота госпитализации в стационар она, конечно, уменьшилась. И какие непосредственно нежелательные явления были встречены нами у наших пациентов. Это сыпь. Вот вы видите этого пациента. Два пациента здесь представлены. Кожаная сыпь достаточно распространенная была. Причем она сочеталась с еще одного пациента из диареи. Требовала госпитализации и применения глюкокортикоидов. И на одной пациентке я бы хотела остановиться с той целью, что мы применяли иммунодепрессанты, то есть инфлексимаб. Пациентка достаточно молодая, 26 лет. В апреле 2014 года была прооперирована. Буквально через год у нее прогрессирование заболевания. Причем выявлена мутация БРАФ. Но, однако, ввиду невозможности обеспечения препаратов БРАФ-ингибиторами, мы начали ее лечить с помощью эпилемумаба. И после первого введения у нее была обнаружена, выявлена диарея третьей степени. Однако диарея была оккупирована на фоне преднизолона. Доза стандартная, 1 мг на 1 кг веса. Мы продолжили ее лечение. Как видите, это все было перед Новым годом. Преднизолон мы оставили. Она соблюдала диету, но, тем не менее, 5 января во время наших новогодних всех праздников у нее начинаются боли в эпигастрии, диарея больше 10 раз в день, остыния. Как всегда, конечно, больные не своевременно обращаются. Мы ее увидели только 12 января, достаточно уже в тяжелом состоянии. Вледную, с гипотонией, с лихорадкой до 38 градусов Цельсия, с болезненным животом в эпигастрии. Но при этом, самое удивительное, у нее наблюдался регресс опухолевых узлов. Они уменьшились в диаметре от 4 см до 1 см. Больная, конечно, была госпитализирована, начата инфузионная терапия. Здесь, конечно, сразу нужно уже вводить глюкокортикоиды, преднизолон, не парорально, а внутривенно, 2 мг на 1 кг веса. И поскольку больная высоко лихорадила, мы назначили еще и противовоспалительную терапию, антибактериальную терапию. Уровень сыра был тоже достаточно высокий. И был такой достаточно серьезный период, когда высокая температура, с одной стороны, то есть это наличие инфекции, а с другой стороны, мы понимаем, что это иммуно-опосредованное явление, которое могут привести к тяжелым последствиям. Мы выбирали тактику. И на фибро... сделали эндоскопическое исследование, колоноскопия, как видите, выраженный язвенный терминальный илиит, и изъязвление было до мышечной оболочки. То есть угроза перфорации достаточно высокая. И на фоне проводимой терапии мы, пациентки, вводим инфлексимаб. Спасибо компании Бристель Майерс, они достаточно быстро реагируют, в течение суток предоставляют препарат. Но, как видите, еще раз вам напомню, она поступила к нам 12 января, а через неделю мы вводим инфлексимаб. В принципе, можно было бы вводить уже через 3-5 суток, если нет эффекта. Но, повторю, поскольку высокая температура, риск угрозы септического осложнения при сепсисе, при подозрении на сепсис, иммунодепрессант вводить нельзя. Поэтому какое-то время мы были... Она получала лечение, и мы здесь наблюдали и думали вводить, не вводить препарат. Ввели препарат, и достаточно быстро пошли все явления на убыль. У нее через 2 дня мы начали редуцировать дозу прегнизолона, и на контрольном обследовании, как видите, все ее линии были купированы. И пациентка в настоящее время жива-здорова, чувствует себя хорошо, но, к сожалению, действительно было прогрессирование процесса, она сейчас получает у нас очередную линию лечения на клиническом исследовании. Поэтому можно сказать, подведя итог, что эпилюмаб, конечно, в реальной практике не уступает, наши результаты не уступают тем клиническим исследованиям, которые были проведены. И эффекты реализуются с помощью комплексного воздействия на Т-клеточное звено. Профиль безопасности достаточно известен, и, конечно, доктор, который начинает лечение, должен быть совершенно осведомленным об этих осложнениях и проводить адекватные лечебно-профилактические меры. Ну, и, конечно, самое главное, это поиск возможных клинических лабораторных маркеров эффективности лечения, потому что это позволит нам более приводить квалифицированно отбор пациентам, кому с большей помощью поможет этот препарат. Спасибо большое. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. У нас есть 5 минут. We have 5 minutes more. Итак, у нас еще 5 минут. Пожалуйста, Александр, выйдите-ка сюда. Будьте готовы. Наверное, сейчас еще появятся вопросы. Да, вижу, вижу. Если вы еще поближе сядете, и еще лучше будет. Ну, вот та женщина, которая, да, я вас имею в виду, давайте вам микрофон, задавайте ваш вопрос. Ready for the questions? Мы готовы. Ну, смотрите, вы говорили о эпилемумабе, неволумабе, и все этой терапии, иммунотерапии основаны на антителах, да? Вот в этом случае вы добавляли пациентам очищенные антитела. Хорошо. И затем, как и в иммуногематологии, вы говорили о разработке генетически модифицированных Т-лимфоцитов. Широко ли они используются для солидных опухолей? Ну, в качестве вопроса, разрабатываются они для лейкозов, или, так сказать, и возможно ли, что эти антитела заменят генетически модифицированные Т-лимфоциты? Вы поняли вопрос? Ну, что ж, на данный момент все программы по Т-клеткам, главным образом, они все-таки сфокусированы на гематоонкологии, с очень-очень интересными результатами в рефракторных лейкозах, в частности. И сейчас мелодиспластический синдром тоже начинает активно разрабатываться в этом контексте. Но программы для клеточных решений с солидными опухолями только начинаются. Только начинаются. То есть есть так называемая ТИКАР солидная программа по раку поджелудочной, еще одна программа по раку яичников Memorians Long Catering. Мы запускаем нашу программу ТИКАР на следующий год. Но для солидных опухолей пока-пока это только исследовательские программы фаза 1, не более того. А в лейкозах это же широко используются такие препараты, как, допустим, неволумаб или эпилемумаб. Вот в солидных опухолях. И так, еще раз говорю, ТИКАР, клеточные программы, они довольно сложны для работы в клеточных лабораториях, для этой инфраструктуры. Это означает, что, понимаете, сейчас это только начинает устанавливаться в очень больших академических центрах, как исследовательские программы, гематоонкологии. Но пока это еще не везде доступно для обычных больных, для обычной онкологической практики вне центров, крупных центров исследовательских, академических. То есть это займет время. Ну вот у меня еще вопрос относительно тройного негативного РМЖ. Как вы считаете, вот это антипеди-1 и CTL-4-1, как они вообще? Они уже активно используются для, допустим, как выявления мутации BRC-1, как, допустим, препараты на основе платины и так далее. Ну, область тройного негативного РМЖ, она, конечно, совсем новая. Там всего была только одна публикация до настоящего времени, да, то есть она была в журнале клинической онкологии в прошлом месяце, ну, вообще 6 месяцев, 6 недель назад, на самом деле. И количество тройных негативных РМЖ, которые экспрессируют PD-L1, составляет примерно 20%. Там далеко не все пациентки из всех тройных негативных РМЖ. Исследование проводилось только вот именно в этой популяции. Те пациентки с тройным негативным, РМЖ, которые экспрессируют PD-L1. И у них был ответ 70%. Но это всего лишь небольшая часть всей популяции тройного негативного РМЖ, понимаете, то есть не для каждой пациентки. Это означает, что сейчас нет пока данных, мало данных по брака 1, 2 и так далее, потому что число пациентов, которые были пролечены слишком невелико, слишком невелико. Но вы можете найти эти данные General Clinical Oncology шесть недель давности статья. Александр, скажите, если у пациента нет бюроф мутации и у него низкий уровень, ваше мнение тогда о терапии этого пациента, метастатическая меланома? Итак, данные по РМЖ слишком малы для того, чтобы говорить об экспрессии PD-L1. В целом, говоря об экспрессии PD-L1, можем сказать следующее. Особенно для рака легких и рака головы и шеи и так далее, и так далее. То совершенно очевидна. Совершенно очевидная картина. Если у нас более 5% или 10% клеток, которые экспрессируют PD-L1, то тогда хорошая вероятность того, что пациент будет отвечать, что он будет респондером. И тогда вероятность того, что это будет лучше составляет 30-35%. Для меланомы здесь немножко другая история. Понимаете, экспрессия PD-L1, она коррелирует с ответом, но не обязательно коррелирует с общей выживаемостью. Да. И мы считаем, что при меланоме у вас флуктуирующая экспрессия PD-L1 в течение времени. Она флуктуирует. Она вариабельная. И я знаю некоторые примеры, где мы, допустим, брали вторую биопсию у пациента с беланомой. И что? Более поздняя биопсия. Она была PD-L1 положительная, а первоначальная была PD-L1 отрицательная. Вот так. Мы также знаем, что экспрессия PD-L1, допустим, в почечном-клеточном раке и в раке мочевого также не является предиктивной относительно результата. поэтому история PD-L1, она не будет такая, знаете, черная и белая. Да или нет? Да, что это предиктор, что если есть, то все будет прекрасно. Нет. Там будут и серые зоны, более темно-серые, светло-серые и так далее. Но я думаю, что MSI, допустим, MSI, скрининговый инструмент для пухолей, которые находятся вне диапазона очень высокой мутационной нагрузки, будет полезным. то есть мы знаем, что мы видим очень маленький ответ при раке простате или эстроген положительный и РМЖ, но мы знаем, что есть там некие подгруппы пациентов, которые MSI, и, скорее всего, возможно, здесь будут разработаны хорошие скрининговые инструменты для оценки вероятности ответа на иммунотерапию. И скажите, пожалуйста, ваше мнение относительно химиотерапии для терапии пациента с метастатической меланомой. Что вы думаете по поводу химии в этом сценарии? Ну, сейчас, конечно же, у нас нет каких-то эффективных химиотерапий в меланоме. Что тут думать? Тут, мое мнение, вполне понятно. Пока мы не найдем какую-то химию, какой-то химикопитический препарат, который даст нам иммуногенную гибель клеток, и это можно будет давать до иммунотерапии, то тогда, возможно, у нас будут последовательные режимы, хорошие, новая философия для того, чтобы это использовать. Но сейчас, 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 ну что, в странах, где не только анти-CTL4 одобрено, но и анти-ПД1 одобрено, сейчас в этих странах мы фактически всех метастатических пациентов с меланомой переводим на анти-ПД1, и все, вне зависимости, вне зависимости, что там есть барахмутация или нет, плевать на нее. Только пациенты, и это примерно 10%, 15, может быть, процентов на данный момент максимально, те, которые имеют барахмутацию, и которые имеют очень объемные заболевания, быстро прогрессирующие, с большим бременем опухоли, тогда мы начинаем сначала барахингибиторы, даем примерно 6-8 недель, чтобы так уменьшить, уменьшить брема, получаем ответ, и дальше быстро-быстро начинаем иммунотерапию, понимаете, то есть главным образом наш терапевтический подход сейчас это гарантировать доступность и возможность иммунотерапии всем нашим пациентам, и только если наблюдается прогрессирование в дальнейшем, и если, так сказать, обнаружится барахмутация, тогда мы даем комбинацию комбо. Микрофона нет. Майкрофон. Микрофон. Микрофона нет. Перевод не может быть обеспечен. Нет микрофона. У переводчика нет микрофона. Я не могу обеспечить перевод. Перевод невозможен без микрофона. К сожалению, переводчик не имеет микрофона. Я приношу извинения, что сейчас я говорил без микрофона. Итак, это фактически несколько слов с моей стороны в отношении профессора Александра Эггерманта. с которой мы уже друзья в течение многих лет. Мы организовали множество мероприятий в разные годы, в разных местах. Главным образом это было по меланоме, но не только по меланоме, потому что однажды у нас было мероприятие по иммунотерапии в тот момент, до того, как иммуноонкология вообще появилась как термин как таковой. И мы тогда называли всю эту историю иммунотерапии, а не иммуноонкологии. Поэтому я надеюсь, что наша коммуникация, наша дружба продолжится, и поэтому я хотела еще раз поблагодарить Александра Вас за блестящую презентацию, за то, что нашли возможность приехать сюда, за новую историю в терапии рака. Понимаете, это, так сказать, мой заголовок вашего устного доклада. Да, большое спасибо. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова